До выборов губернатора Приморского края осталось чуть меньше месяца. Всего было выдвинуто шесть кандидатов от различных политических партий. Из них пятеро представили документы на регистрацию, все они прошли проверку и были допущены к голосованию. По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, у губернатора должна быть нескончаемая энергия, ведь так много необходимо сделать для региона во всех направлениях. Потому что именно та самая энергия дает возможность всю эту большую машину, а правительство любого региона – это серьезный аппарат, сподвигнуть к новым движениям. И губернатор – это тот самый локомотив со своей собственной энергией, который должен быть в любом регионе. Первое по значимости – это любовь к родному региону и понимание этого региона. Когда человек любит регион, когда он ему хорошо понимает, когда с ним связана жизнь, реализовывать проекты, направленные на создание, гораздо легче. Понять людей и их чаяния гораздо легче. Ты сам этот человек, ты сам понимаешь, проживаешь жизнь вместе со всеми жителями этого города и края. Проводиться выборы будут в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. А уже 12 августа начнется агитация в СМИ. И вот теперь настало время кандидатов проявить себя. Свою работу начинают штабы общественной поддержки. Так на Светландской 43 собрались представители общественности Приморья, которые хотят улучшить жизнь в регионе. В мероприятии также приняли участие мэр города, председатель городской думы Андрей Брик и бизнесмен Дмитрий Алексеев. Есть ситуация, она как бы здесь и сейчас. И ты в той ситуации, в которой есть, нужно пытаться принимать те решения, которые зависят от тебя в данной конкретной ситуации. Размышления на тему, какой должен быть идеальный губернатор, идеальная жена, идеальный муж, идеальный друг, может привести к тому, что не останется ни друзей, ни жены, ни мужа. Ну, слушайте, что есть здесь и сейчас, а дальше это, собственно, процесс, где ты каждым своим действием пытаешься улучшить ситуацию, которая есть сейчас. Развитие города Владивостока и Приморского края в целом – это единая задача власти и общественности. А штабы – это отличная возможность донести до краевой власти свои предложения по улучшению качества жизни в регионе. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.